А что если я вам скажу, что есть на планете одно место, где можно спуститься на сотню метров под землю, чтобы просто сыграть там бильярд, поплавать на лодке и даже покататься на колесе обозрения. Причем все это расположено в старинном и фантастически красивом сооружении. Заинтригованы? Похоже, нам пора отправляться в путь. Сегодня я хочу показать вам одно уникальное место, которое по версии Business Insider вошло в список 25 самых красивых неизведанных мест на планете. Мы отправляемся в Румынию, где под землей притаилась жемчужина нашего сегодняшнего путешествия – соляная шахта Салена Турда. Место действительно очень красивое и давно попало в мой список поездок. Только вот как оказалось, попасть туда не очень просто. Шахта разместилась на юго-западе Румынии в приличном отдалении от крупных международных аэропортов и других туристических хабов. Так, к примеру, если вы планируете отправиться сюда из Бухареста, то затратите на дорогу 6 часов. А если планируете ехать из Софии, как это делала я, то проведете в дороге и вовсе часов эдак 10. В общем, на легкую прогулку выходного дня поездка явно не тянет. А значит, нам придется расширить наше путешествие и задержаться в Румынии еще как минимум на один дополнительный день. Обидно, конечно, но для нас этот момент особой проблемы не составит. Просто теперь у нас появится возможность за это путешествие посетить еще парочку потрясающих мест. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбирая, куда еще можно заглянуть недалеко от Саленой Турды зимой, да и еще в компанию детей, я решила сузить список поисков до красивых старинных городков местного региона. Правда, стоит учесть, что сам регион тут не очень простой. Сегодня мы отправляемся в легендарную Трансильванию. Но если вы думаете, что я банально потащу вас в замок Князю Тьмы, то ошибаетесь. Я попытаюсь взглянуть на родину Дракулы несколько под иным углом. Сегодня мы посетим с вами два красивых старинных города, которые в разные периоды времени увеличались в столице Трансильвании. А потому буквально нашпигованы всевозможными старинными достопримечательностями. В общем, объединив Сален Турду с осмотром окрестных городов, маршрут, казалось бы, уже сформировался, и я готовилась отправляться в путь. Но судьба решила вклиниться в мои планы. В те дни, пока я путешествовала по Болгарии, в Турции прогремело чудовищное землетрясение, которое разрушило целые города и унесло жизни свыше 50 тысяч человек. Ну а как раз в тот момент, когда я исследовала подземные залы пещеры Девяташки, схожие землетрясения с магнитудой 5,7 баллов произошло и в Румынии, всего в 200 километрах от осматриваемых мною пещер. Ну а я, выходит, та еще экстремалка. В разгар землетрясения лазила без связи под каменными сводами пещеры, окна в потолках которой как раз таки и образованы схожими подземными толчками. После того, как я узнала о прошедшем дальше, заигрывать с судьбой мне совершенно не хотелось. Хоть изначальный план и предполагал привал в центре Румынии, но вот теперь ночевка в зоне эпицентра землетрясения мне уже не казалось хорошей идеей. План пришлось перекраивать на коленках и всю ночь без остановки ехать до первой локации в нашем чек-листе. Города Сибиум. По-хорошему, ничего удивительного. Без приключений мои поездки, как правило, не обходятся. Границу мне пришлось пересекать тоже специфически. Прокладывая маршрут в отдаление от сейсмической зоны, пришлось отказаться от идеи форсировать Дунай по мосту. Я, наверное, больше не хочу ездить, пересекать границу по парове. Не могу сказать, что от такого решения я осталась в восторге. На дворе ночь, ни одной легковой машины. Кругом только фуры, которые нашпигованы на паром, как селедка в банке. В общем, паром это тот еще квест. Инъекция адреналина тут гарантирована. Я никогда еще не перевозила автомобиль на пароме, и это что-то... я не понимаю. Далее мой путь лежал в Трансильванию. И должна признать, что она решила оправдать свой мистический имидж и просто залила дорогу густым туманом. Как следствие, подъезжала я к Сибио глубокой ночью и, чтобы не мучиться, забукала первый попавшийся недорогой отель в пригороде. Видели бы вы мое удивление, когда утром за завтраком я осознала, что ночевали мы не в пошарпанном отеле, а в самом настоящем дворце. Ну, или, если бы точнее, в летнем дворце Брукенталя. То есть я, конечно, заметила ночью, что лестница, мебель, ставни, все это было каким-то древним. Но вот только и подумать я не могла, что внешний вид не от старости помещения, а от его антикварности. Завтрак во дворце был обалденный. Во-первых, он был очень вкусным, а во-вторых, с изысканной дворцовой подачей. Ну, а в-третьих, он был просто бесконечным. Нам все подносили и подносили новые тарелочки. Казалось, этот процесс не закончится никогда. Отель Брукенталя разместился в старинном дворце 18 века, который раньше использовался в качестве резиденции барона-губернатора Трансильвании, Сэмюэла фон Брукенталя. Комплекс построен как уменьшенная копия знаменитого дворца Шенбурн в Вене и был спроектирован тем же архитектором. Сейчас же дворец представляет из себя красивую выездную локацию для поездки на выходные дни. На территории есть музей, летний бассейн, фотозона и много всего интересного. Но все это больше подходит для более теплого времени года. А зимой это просто красивый отель. За 13 евро провести ночь в роскошном старинном дворце, по-моему, офигенно. Отель отелем, а нам пора в путь. До шахты осталось всего полтора часа дороги, но нам же еще нужно успеть посетить целых два города. Первый город, который я бы рекомендовала выбрать как отправную точку для поездки в Салину Турда, это Сибио. Помимо машины добраться сюда можно также на поезде. Шесть часов по шпалам и железнодорожный телепорт бодренько перенесет вас сюда из столицы Румынии. Редактор субтитров А.Семкин Много веков Сибио был лидирующим городом не только Трансильвании, но и всей Румынии. Здесь было создано первое румыноязычное книжное издание. Открылась первая в истории румынская больница. Первый музей Румынии тоже появился тут. А еще здесь открылся первый румынский банк и была основана румынская православная метрополия. В общем Сибио во всем старался быть первым и это наложило свой отпечаток на красивенный облик города. В наши дни город конечно же свое социальное лидерство уже утратил, но он еще продолжает лидировать в культурном направлении. В 2007 году город был даже выбран культурной столицей Европы. А в 2008 году журнал Forbes назвал Сибио восьмым наиболее идеальным городом для жизни в Европе. Ну вот в болгарской культурной столице Европы Пловдиве мы уже побывали. Теперь пришла очередь знакомиться с румынской культурной столицей. Ну правда не совсем румынской. У города есть и второе имя Германштадт, что в переводе означает германский город. Причем это не просто какое-то народное название, оно даже официально нанесено на символике города наравне с основным названием. Все дело в том, что до Второй мировой войны Сибио был центром трансильванских саксов, которые его собственно и основали. Даже сейчас по городу можно услышать немецкую речь, а в ресторанах меню часто подают на двух языках. Лично я всегда думала, что в Европе все известно и максимально интересные места уже давно на слуху. Но это явно не так. Существует огромное количество удивительных уголков, которые остаются незнакомыми для многих путешественников. Некоторые такие места настолько захватывают дух, что невольно кружат голову. Например, наш сегодняшний герой Сибио. Город, который занимает первое место в Европе по сочетанию уникальности и малоизвестности. Если вы, как и я, прибыли в Сибио ненадолго, то порекомендую сразу припарковаться поближе к центру и направиться в старый город, сердцем которого является площадь Пиата-Море, которую чаще именуют Большой. Она действительно довольна немалых размеров. В старинные времена это был центр политической жизни. Тут проводились народные собрания, ярмарки и даже проходили казни. В социалистическую эпоху коммунисты, опасаясь протестных движений, даже превратили площадь в парк. Мыслили примитивно. Нет площади, нет где собраться Майдану. Судя по судьбе диктатора Чаушеска, это им не помогло. Сейчас площади вернули ее исторический облик. Фактически теперь это большой, пустой каменный прямоугольник, по центру которого размещен старинный фонтан. В обычные дни здесь не очень многолюдно и из развлечений разве что возможность покормить голубей и полюбоваться старинными зданиями. Совсем иной вид площадь приобретает во времена многочисленных праздников и фестивалей. Ну и собственно она прекрасна в период рождественской ярмарки. На площади также разместилось несколько кафе, местная ратуша, красивенная церковь Святой Троицы, а также башня советов, на которую можно взобраться, чтобы осмотреть город с высоты. А посмотреть здесь действительно есть на что. Старинная красная черепица, клубящийся по равнинам туман и просто обалденный вид на горы. Ну а изюминкой площади можно назвать дворец губернатора Трансильвании, перед которым установлен памятник. И кому же вы думаете? Да-да, тому самому Симуэлю фон Брукенталю в летней резиденции, которого я буквально час тому завтракала. Как и в летний дворец, сюда также можно попасть. Только в отличие от предыдущего нашего героя, в этот раз здесь расположен не отель, а музей. Обычно я не фанат музеев, но в этот раз пришлось заглянуть. Нужно же узнать поближе о мужчине, в чьей постели я сегодня провела ночь. А то прям неудобно как-то. Вход в музей платный, но правда не для всех. За что отдельное спасибо Румынии, которая в такое тяжелое время активно поддерживает Украину. Музей искусств Брукенталя впервые открыл свои двери для посетителей в 1817 году с 1090 картинами из личной коллекции Барона. Скажу по секрету, что здесь вы можете увидеть шедевры Брайгеля, Рубенца и Тициана в свободном доступе и без толп туристов. Это один из самых больших музеев в Восточной Европе и второй по количеству экспонатов в Румынии, проигрывая лишь Национальному художественному музею Бухареста. Он состоит из четырех отдельных зданий, а задний двор раньше и вовсе был местом для пыток и казней. Место очень атмосферное, рекомендую сюда заглянуть. Ну а я вынуждена сворачивать свое восторгание живописью и возвращаться к осмотру города. Сразу за стенами ратуши начинается вторая, не менее интересная площадь, пьяца Мика, ну или же Малая площадь. Попасть туда можно, пройдя через одну из кирпичных арок или же через основание колокольни католической церкви. Тут свободного места уже поменьше, зато побольше кафе и магазинчиков. А еще здесь есть небольшой лежачий мост, который больше известен под названием «Мост лжецов». Откуда пошло такое название, точно уже никто и не вспомнит. По одной из легенд, этот мост должен разрушиться, если кто-то на нем начнет врать. Поэтому невесты часто тащат на него свои половинки, чтобы те на мосту давали клятвы. Ну что ж, с учетом того, что мост крепко держится уже почти 200 лет, очевидно, мужья в Сибио – самые честные на планете. Девчонки, берите на заметку. Мост на площади понадобился не просто так. Старый город в Сибио разместился на холме, а потому получился двухуровневым. Он делился на две части – верхний и нижний город. По верхнему городу, где ранее жили за житочным мещанием, мы только что прогулялись. А вот нижний город как раз начинается от малой площади. Спуститься к нему можно под мостом или же по одной из красивых старинных каменных лестниц. В нижнем городе раньше проживали бедные жители Сибио, а сейчас это одно-двухэтажная застройка из старых домов. Кое-где они отреставрированы, но чаще ободранные. Со старыми трухлявыми деревянными дверями и оконными рамами. Правда, как по мне, это не портит облик Сибио, а скорее подчеркивает аутентичный облик его старинных кварталов. Если пройти по мосту на вторую сторону от малой площади, то дорога приведет нас к самому красивому зданию города, собору Святой Марии. Это невероятное готическое сооружение с колокольней высотой 73 метра, на которую, кстати, тоже можно забраться. Так что, если позволяет время, рекомендую. Со строительством этой колокольни связана одна интересная байка. В общем, слушайте. При строительстве собора стояла задача воздвигнуть самую высокую колокольню в Трансильвании. На тот момент самый высокий конкурент находился в городе Бустрица, но точный ее размер был никому неизвестен. Чтобы измерить башню, туда направили двух шпионов с веревкой. Работяги задачи справились, отмерили и пошли отвечать в бар. Алкоголь развязал языки, проболтались бедолаги местным, которые втихаря откромсали от веревки небольшой кусок. Вот и вышло, что теперь колокольня в Сибио на 2 метра ниже конкурента, 73 метра против 75 в Бустрице. Признаюсь, ранее я не рассматривала этот город как место для туристического посещения. Не представляла даже, насколько он привлекателен. Сибио просто насквозь пропитан волшебным духом средневековья, как будто попало на съемочную площадку. Эти старые каменные стены, небольшие окна, огромные массивные двери, пики на крышах. И все это обрамлено холмами и извилистыми узкими улочками. Сказочную атмосферу здесь не рушат даже рекламные вывески местных заведений. Как и в Дубровнике, рекламы здесь практически нет. Только аккуратные таблички, стилизованные под старину, никаких кричащих LED панелей, баннеров или цветастых ларьков с хот-догами. Все очень аккуратно выдержано в историческом стиле города. А еще стиль города круто дополняет его особенные крыши. А точнее их чердачные окошки, которые выполнены в форме глаз. Правда, таких домов осталось немного, но они все еще встречаются в старой части Сибио. Благодаря такой изысканной форме окон в черпичной крыше, Сибио и получил свое второе название. Город глаз. Я бы, конечно, здесь задержалась, но похоже, это мое естественное состояние. Разрываться между «я тут еще не нагулялась» и «там меня еще ждет что-то интересное». Ну а дальше наш путь лежит через город с волшебным названием «Алба Юлия». И, конечно же, мы остановимся там на полчасика. Ну или чуточку подольше. «Алба Юлия» Алба Юлия – вторая звезда Трансильвании. Даже более того, всей страны. Город еще называют второй столицей Румынии. Именно здесь в 1918 году были подписаны документы, согласно которых Трансильвания вошла в состав Румынии, сформировав основы того облика страны, который мы сейчас знаем. С тех пор дата съезда 1 декабря является национальным днем Румынии и с особой помпезностью отмечается именно здесь, в Алба Юлии. Но давайте пока пропустим урок истории. Для начала я лучше покажу вам главную изюминку города – крепость – Алба Каролина. Так уж издавна повелось в Европе, уж если есть хороший холм, то на нем надо непременно возвести крепость. Вот и тут так же. В начале 18 века весь старый город Алба Юлии был снесен, и на его месте было воздвигнуто это красивенное укрепление, которое вобрало в себя все основные достопримечательности города. Поэтому турист, у которого мало времени, прявой наводкой отправляется к вратам крепости. Только есть один нюансик. Врата тут не одни, их здесь аж 4 штуки. Самые красивые ворота, на мой взгляд, третьи, которые выходят на смотровую площадку и обелиск памяти. А вот заезжать удобнее с парадной стороны. Ну, хотя бы потому, что там находится много бесплатных мест для парковки авто. Так много входов у крепости соорудили неспроста. Во-первых, она просто огроменная. Периметр ее стен более 12 километров. Поэтому обходить по кругу каждый раз было бы не очень удобно. Ну, а во-вторых, дело в ее форме, в семиугольной звезды, между лучами которой и размещены ворота. Такая форма крепости позволяла легко оборонять каждый из входов. Поэтому на их возведение не особо скупились. Сейчас узнаваемый контур бастиона стал неким символом города и используется повсеместно. От клуб до канализационных люков. Гуляя по городу, вы не раз наткнетесь на эти красивенные звезды. Крепость имеет три системы защиты. Самый большой, внутренний ров, имеет ширину 27 метров. А рвы между крепостными стенами имели среднюю ширину, 9 метров. Обратите внимание на наклон стен крепости. Оказывается, так делалось не для увеличения прочности, а чтобы небольшие ядра и пули при обстреле рикошетили от стен и скатывались вниз. С высоты птичьего полета Алба Каролина выглядит просто необыкновенно. Правда, не могу пожаловаться на одну особенность в Трансильвании. Погода здесь какая-то мистическая. Во время всей поездки она как будто и заигрывала со мной. За час менялась по пять раз. Ну вот то 10 минут на улице яркое солнце, то резко на город опускаются облака и затягивает туман. Все как по закону подлости. Только я подниму в небо дрон, как видимость сразу улетучивается. В общем, заснять всю эту красоту с воздуха у меня в этот раз получилось лишь отчасти. Как будто сглазил кто-то. В церковь сходить что ли? Одной из главных достопримечательностей города является Кафедральный собор Святого Михаила, который является символом Алба Юлии и одним из на более значимых исторических памятников Румынии. Собор был построен еще в 18 веке и представляет собой высокое кирпичное сооружение в готическом стиле. Внутри собора можно увидеть множество украшений, статуи, алтарей и красивых витражей. Если у вас нет лимита по времени, обязательно туда загляните. Внутри крепости имеется и второй более грандиозный храм. Это православный собор Святой Троицы или же, как его часто называют, собор Коронации. Собор имеет форму вписанного греческого креста, выполнен в византийском стиле с различными декоративными украшениями. Он был построен в начале 20-х годов прошлого века специально для Коронации Короля Фердинанда и его жены Марии. Церемония венчания на царство состоялась во дворе собора, поэтому здесь у входа в 2008 году были установлены бюсты королевской четы. Королева Регина Мария. Ну вот король да и король. Отчего же ему такой огромный собор от грохали-то? А секрет в том, что это первый монарх объединенной Румынии. Как я уже рассказывала, до Первой мировой войны Румыния хоть и была королевством, но не включала в себя большинство румынских княжеств. Трансильвания в те годы была оккупирована Австро-Венгерской империей и там постоянно разгорался этнический конфликт. Правда, после поражения в Первой мировой войне влияние последней сильно ослабло. Представительства княжеств собрались в Албаюле и подписали знаменитую резолюцию об объединении в Великое Румынское королевство. Ну, само собой, новосозданной европейской державе понадобился монарх, которого, собственно, и привели к престолу именно здесь, в соборе коронации. Но что-то я увлеклась. Вернемся с небес на землю. Если вы, по моей рекомендации, припарковались у западных стен Алба-Каролины, то ваш путь в крепость начнется с посещения обелиска памяти, который воздвигнули в честь того самого судьбоносного для страны съезда. Даже беглый взгляд на обелиск подсказывает, что он был установлен относительно недавно. Все дело в том, что всего пару лет тому крепость прошла массивную реставрацию в рамках европейской программы по реконструкции. Это в наше время Алба-Каролина-жемчужина всей Европы, а в социалистический период она была лишь заброшенным памятником истории и отчаянно нуждалась в обновлении. Евросоюз пожертвовал более 60 миллионов евро на реставрацию крепости. Еще 10 миллионов взяли из местных бюджетов. Но этого все равно оказалось недостаточно, чтобы реализовать все задуманные планы. В 2015 году обновленная крепость открыла свои двери для туристов, а в 2018 году, к столетию Великого Собрания, был установлен вот этот монумент. Правда, стоит заметить, что он сразу пал в немилость у горожан, которые стали критиковать поспешность его возведения. Кому-то покоя не давала форма обелиска, которая по заверениям местных напоминает фалос, а кто-то и вовсе стал подшучивать, что мэр установил памятник фейсбуку у них в городе. Но ведь похоже же! У подножья монумента разместился большой симпатичный фонтан, а также небольшой парк с клумбами. Если пройти по парку крепости, то мы выйдем на широкий подвесной мост, пройдя по которому можно оценить размеры и массивность защитного рва. Правда, сейчас уже он не несет оборонительную функцию. Зимой внизу размещают каток и устраивают рождественскую ярмарку. С учетом прекрасной вечерней подсветки крепости, место во время рождественских каникул приобретает просто магическую привлекательность. Пробравшись через красивые ворота в крепость, нас у входа встретит бронзовый мушкетер. И здесь он не поодинокий герой. По всей Албекаролине разбросаны подобные бронзовые человечки. Их добавили, чтобы немного оживить свободное пространство внутри массивной крепости. И, должна сказать, это сработало. Все они запечатлены в причудных жизненных позах. Как будто вы попали в сказочный город, и какой-то волшебник взмахом волшебной палочки остановил время, превратив жителей в бронзовые фигуры. Он такой, он такой говорит, разрешите ли я вас при большем оттанец? Он такой, нет, нет, что, вы у вас не танцевали книжки. Кстати, у статуй есть еще одна особенность. Они обошлись городу всего в 10% от рыночной стоимости, за что их скульптор получил массу упреков от коллег по цеху. Все дело в том, что проект реставрации крепости проходил со значительным превышением бюджета. На финальном этапе денег на запланируемые статуи почти не осталось. Выкрутиться удалось так. Скульптор согласился работать за 10% от гонорара, а город при этом не влазил со своими хотелками к скульптурам. В результате мастер отказался от использования натурщиков, и вместо них он использовал образы своей семьи и друзей. Может быть в деньгах его было, но зато какую память он о себе оставил потомкам. С колоколом, который установлен в крепости, мастер опять же схитрил. На нем выгравирована цитата из резолюции Великого национального собрания. Только вот цитата с ремарочкой. Слово Венгрии из текста было удалено. Похоже на пана Орбана, во всей Европе зуб имеется. На площади возле колокола притаилась и более древняя историческая отсылка. Нас здесь дожидаются останки античного города и статуи римских солдат. Ну и как вы сами понимаете, появились они тут не случайно. Все дело в том, что румыны не первые, кто оценили стратегическое значение здешнего холма. История этого городка началась более двух тысяч лет назад. Тогда здесь находился довольно большой город Даков. Позднее его захватили римляне. С тех пор город стал величаться как Апулиум. А с 11 века в летописях встречается еще одно название – Белград. Из-за его белоснежного мраморного убранства. В крепости можно найти еще масса других интересных объектов. Если вы не ограничены временем, то можете выделить на посещение целый день. Ну а я себе такую роскошь позволить не могу. Пора выбираться наружу и сделаем мы это через те самые третьи врата, про которые я вам рассказывала. Место очень красивое и атмосферное. Ворота украшены множеством барельефов, поэтому влюбоваться ими можно долго. На верхушке ворот есть одна малозаметная дверка, через которую можно попасть внутрь расположенной там небольшой кельи. Перед главным входом в крепость установлен обелиск, посвященный памяти Хорея, Клошки и Кришана – трем руководителям крупнейшего крестьянского бунта в Трансильвании. Восстание произошло в 1784 году, когда отряды педняков сбунтовались против произвола австрийских дворян. Несмотря на то, что выступление крестьян было жестоко подавлено, а его руководители казнены, восстание все же добилось результатов. В том же году австрийская власть вынуждена была смягчить условия и отменить крепостное право. У подножья обелиска разбита неплохая смотровая площадка, откуда уставший путник может полюбоваться видами потрясающего города. Ну а если путник совсем устал, то рекомендую заглянуть в рядом расположенный паб номер 13. Он спрятался прямо внутри городской стены и считается одним из самых изысканных заведений города. Ну а я, как всегда, спешу, а потому перекушу уже на заправке. Мне ведь еще предстоит успеть к главной жемчужине нашего сегодняшнего путешествия. Еще 50 минут по шикарной новой трассе и мы на месте. Здесь расположена одна из самых крутых достопримечательностей Румынии – соляная шахта Салина-Турда. Румыния – соляная шахта Салина-Турда. Румыния – соляная шахта Салина-Турда. Но для того, чтобы увидеть всю эту красоту, нам вначале нужно приобрести билет и попасть внутрь. Сразу оговорюсь, что зайти в турду можно по одному из двух входов, старому и новому. Старый менее комфортный и туннель там дольше. Поэтому особо смысла ехать туда я не вижу. Мы же сейчас прибыли к новому современному входу, который выполнен в очень симпатичном футуристическом стиле. Новый вход вынесен за пределы города, а потому тут нашлось место для того, чтобы оборудовать большую парковку и даже полноценный пляж с парочкой целебных соленых озер. Правда, само собой эта плюшка покажется вам полезной, если вы прибудете сюда в теплое время года. Ну и пока мы не спустились под землю, давайте я сразу поумничаю и поделюсь с вами несколькими полезными советами, о которых стоит задуматься пока вы еще там, наверху. Первое. Парковка на стоянке бесплатная, но лишь в пределах двух часов. И это как бы сразу намекает на сколько по времени рассчитаны подземные развлечения. Честно говоря, в два часа, конечно, можно уложиться, но если вы, как и я, любите совать свой любопытный нос во все щели, то лучше заложите на прогулку часа три. И учтите, что последнего туриста в турду пускают в 16.00. Приезжайте заранее. И второе. Турда очень продвинутое место, у нее есть отдельный сайт и даже мобильное приложение с бесплатным аудиогидом и кучей полезной информации. Поэтому обычный гид вам не понадобится. Все самое важное можно почерпнуть онлайн. А еще онлайн можно приобрести билеты, чтобы не стоять в очереди. Но я бы порекомендовала лучше обратиться в кассу и с этим связан мой следующий совет. Оплачивать в турде можно банковской картой, но это правило работает лишь наверху. Если же внизу вы захотите купить билет на какой-то из аттракционов, то там принимают только наличку. Поэтому лучше заранее подумать и купить билетики еще на входе. Подниматься потом сотню метров вверх будет совсем не прикольно. И раз вы уже бежите наверх, то прихватите с собой курточку. Внизу круглый год всего 12 градусов. Ну и напоследок порекомендую обратить внимание на карту, которую вам дадут на входе. Мы же сейчас в шахте, которую проектировали для шахтеров, а не туристов. Можно заплутать и упустить по дороге какую-нибудь интересную комнатку. Стоит уточнить, что Сальна Турда это не одна, а целых четыре шахты, которые объединены вместе с подземным тоннелем, по которому мы и гуляем. Но для туристов доступны для посещения лишь две из четырех. Вторые две, Мина Антон и Мина Йосиф, закрыты. Правда в последнюю частично можно попасть. У ее верхушки оборудован небольшой балкончик, который еще называют комнатой эхо. Можно крикнуть с балкона и эхо многократно отразится от пустой шахты. В ближайшие годы шахту Йосифа планируется также обустроить. Уже подготовлен план инвестиций, чтобы превратить ее в еще один крупный объект комплекса. Ну а пока тут можно немного отвести дух и просто покричать. Помимо основных шахт, в Турде имеется еще и несколько небольших ответвлений. Например, Мина Жезела. Там расположено что-то вроде кафе и лечебный центр, где можно заказать соляные процедуры. Дышать соляным воздухом крайне полезно. Такая концентрация соли очищает воздух, убивая почти все микроорганизмы и аллергены. Я даже рискнула проверить, действительно ли в шахте все вокруг сделано из настоящей соли или это бутафория. В общем, все в заправду. Концентрация соли аж зашкаливает. Можно смело, как и местные, приезжать сюда на целый день и оздоровляться целебным соленым воздухом. Второй интересной комнатой я бы назвала зал Кривак. Тут расположен уникальный в своем роде механизм, который использовался для добычи соли. Фактически это просто хитрая лебедка, которая вращалась при помощи лошадей и позволяла поднимать соль со дня шахты в транспортную галерею. Там же за стеклом размещены экспонаты, демонстрирующие, как добывалась каменная соль в шахте в древние времена. Соль в этой шахте добывали еще во времена Римской империи. Правда, только на поверхности. В промышленных масштабах шахту Турда начали разрабатывать в XI веке. Число 1271 размещено на гербе соляной Турды не случайно. Это год, когда впервые в официальных документах встречается упоминание о местных соляных рудниках. Салина Турда проработала не одно столетие. Технологии добычи менялись, а шахты все углублялись и углублялись, из-за чего добыча постепенно становилась менее эффективной. На какое-то время Турду вдохнула вторую жизнь, проведенная модернизация. В 1853 году была выкопана транспортная галерея. Это тот самый горизонтальный туннель, по которому мы с вами и попали внутрь. Только в те времена по нему были проложены рельсы, по которым соль вагонетками на лошадиной тяге доставляли на поверхность. Но все же в 1932 году соляные шахты были окончательно закрыты и простояли пустыми еще полвека. За все время из этих шахт было извлечено более 3 миллиардов тонн соли. В 2009 году на средства Евросоюза провели работы по реконструкции соляной шахты. Ее превратили в тот крутой футуристический объект, ради которого мы сюда и прибыли. Но чтобы увидеть все прелести современной реконструкции, нам необходимо перебраться из галереи в первую шахту. Для этого вначале нужно спуститься на этаж ниже по старинным деревянным ступенькам, которые имеют свое особое название – лестница богатых. Ее соорудили специально для императора Австрии, когда он прибыл в Сайлену Турду для осмотра своих владений. Шахтерам же при этом пользоваться лестницей категорически воспрещалась, доводилось спускаться вниз классическими путями. Лестница стоит здесь уже много веков, встретила десятки миллионов туристов и при этом до сих пор выглядит вполне пристойно. Секрет в особом сорте древесины, смола которой нейтрализирует разрушительное действие соли. Сейчас деревянные балки уже настолько сильно впитали в себя белое золото шахты, что кажется как будто вся конструкция целиком вырезана из цельного соляного кристалла. Спустившись с лестницы, мы попадаем на верхний этаж Мина Рудольфа. Трапециевидный купол шахты Рудольфа имеет размеры 50 на 80 метров с глубиной 42 метра и представляет собой настоящее произведение искусства. Шахта является самой молодой и стала последней зоной добычи соли в Сайленой Турде, из-за чего свободно пространство здесь максимально широкое, а потому основную часть аттракциона разместили именно в этой шахте. По периметру верхнего этажа размещены консольные балкончики, правда вид с них несколько ограничен страховочными сетками. спуститься можно двумя способами, либо на красивенном панорамном лифте, либо по узкой деревянной лестнице. Лифт конечно быстрее и изящнее, но в спуске по лестнице есть своя романтика. 13 этажей, 172 ступени и вы у цели. На каждом этаже есть небольшая табличка, на которой выгравирован код разработки этажа. И тут мне опять придется отвлечься и пояснить, что это за этажи такие и как вообще в тех годах проходила разработка соляных шахт. Для начала на поверхности производилось бурение небольшой скважины на глубину порядка 15 метров. Если в проходе была обнаружена соль, то на отдаление нескольких метров делали второе контрольное отверстие. В случае успеха отверстия расширялись и вниз спускались две вертикальные лестницы, где шахтеры раскапывали круглый пятачок. Когда пятачок соли был извлечен, углублялись на высоту человеческого роста и опять выкапывали новый пятачок, но уже чуть шире предыдущего. Так год за годом шахта росла вниз, создавая под землей солевой купол. Видите, вот те два отверстия под потолком. Это как раз и есть те изначальные скважины, которые затем сформировали шахту. Если присмотреться, то на стенах можно заметить горизонтальные линии каждого этажа и проследить многовековую историю формирования купола. Внизу шахты Рудольфа находится основной развлекательный центр комплекса. Здесь есть детская площадка, мини-гольф, фотогалерея, бильярд, настольный теннис, футбольное поле, боулинг и даже амфитеатр. В обычные дни он пустует, но иногда здесь дают концерты, выступают группы или же проводят семинары. В общем, в шахте есть все, что душе угодно. Шахта, мини-гольф, бильярд, колесо. Серьезно? Ах да, я же совсем забыла рассказать о чертовом колесе. Вы только представьте, румыны умудрились затянуть сюда полноценное колесо обозрения. Теперь мысленно отмотайте немного назад и только представьте, сколько усилий нужно, чтобы по этим узким коридорам и лестницам затащить сюда, под землю, весь вот этот парк развлечений, ну и в особенности огромное колесо. Снимаю шляпу перед инженерами, кто придумал все это. Побывав здесь, начинаешь понимать, почему Салина Турда внесена в список семи чудес Румынии. Вполне заслуженная награда. Столько света, столько развлечений, интересные ходы такие. А еще здесь есть сувенирный центр, где можно приобрести магнитики, брелоки или, скажем, соль для ванной, ну или другие памятные безделушки, чтобы потом дома с релаксом вспоминать незабываемые эмоции, полученные во время путешествия. Темно под землей. И да, вот за сувениры под землей легко можно оплатить банковской картой. А если хочешь покататься на колесе, то погонят тебя наверх за билетиком. Обидно. Но помимо аттракционов есть в шахте Рудольфа еще одно интересное место. Это балкон. Ну вот куда, скажите мне, может везти балкон под землей? Правильно, в другую, еще более глубокую шахту. И вид вниз просто завораживает. На дне соседней шахты Мина Терезия нас ожидает настоящее подземное озеро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Балкон здесь образовался не случайно. Рудольф и Терезия это две единственные шахты комплекса, которые расположены рядом друг с другом и по задумке они давно должны были срастись в одно общее пространство. Но, так как добыча соли была заброшена, то шахты остались на разной высоте. И теперь созерцать красоту подземного озера можно непосредственно с шахты Рудольфа. Спуститься ниже можно также двумя способами – лифт и лестница. Лестница тут покороче, поэтому рекомендую размять ножки. Правда, учтите, что тут вам не променад, достаточно узко. Разминаться на лестнице при наличии толпы не слишком комфортно. Но зато какая же красота ожидает вас внизу. Вау! Очень странное чувство – страшно, страшно красиво. Такое ощущение, что это место оставили инопланетяне там несколько десятков лет назад. Это самая старая и самая глубокая шахта в комплексе Салена Турда. Ее глубина составляет 112 метров, а на ее дне сформировано уникальное соленое озеро глубиной около 6 метров, покрывающее примерно 80% поверхности шахты. В центре озера расположен мимичный островок, из-за чего шахта приобрела форму бублика. Вы могли бы подумать, что это творение дизайнеров, создавших здешний парк развлечений, но это не так. Остров создало само время. В 1880 году, когда шахту закрыли, на ее дне все еще хранилось большое количество добытой соли. Доставать соль на поверхность сочли неблагоразумным и просто бросили там. За 150 лет забвения, влага, содержащаяся в воздухе шахты, постепенно конденсировалась на потолке и каплями падала вниз, формируя озеро. А из остатков брошенной соли сформировался остров. Чтобы гостям было легче попадать на остров в соседней копальне Рудольфа, выкопали лифтовую шахту на высоту островка. А затем соединились с ней красивым деревянным мостиком. Для туристов в шахте предусмотрено парочку развлечений. Первое и по совместительству самое крутое – это поплавать на лодочке по подземному озеру. Удовольствие недорогое, аренда трехместной лодочки на 20 минут обойдется вам примерно в 6 евро, и я однозначно рекомендую вам это сделать. Какие-то уникальные детские эмоции вызывают возможность на такой глубине погрызти на лодочке. Очень веселое и прикольное развлечение, причем все веселье можно не только снимать на камеру, но и сразу транслировать в сеть. минус 100 метров под землей, озеро, лодочка, весла и вай-фай. Когда я проплывала под мостом, то обратила внимание, что на стене шахты оборудована небольшая площадка, и все гадала, зачем она тут понадобилась. Оказалось, что соорудили ее мастера из команды Red Bull в 2020 году, чтобы установить здесь мировой рекорд. Первый в истории человечества клифф-дайвинг прыжок под землей. Задачка, знаете ли, была со звездочкой. Вода здесь не подарочек с очень высокой пылотностью за повышенной концентрацией соли. Атмосфера во время прыжков здесь, наверное, царила просто потрясающая. Кстати, про веселую атмосферу. В шахте отличная акустика, поэтому во время поездки можете побаловаться с Эхо. А иногда и Эхо может баловаться с вами. Так как в соседних шахтах параллельно проводятся работы, то временами по шахте разносилась бавовночка. Ну а если вспомнить, что в то же время в Румынии происходило землетрясение, то можно понять, откуда появилось мое беспокойство. Правда, они одни. Хлопки беспокоили меня в шахте. Даже обыкновенный громкоговоритель тут звучит как-то мрачно. Ну вот точно, база инопланетян, и пора из нее выбираться. Вторым развлечением в шахте, помимо ее лодочек, являются посиделки. Нет-нет, я вполне серьезно. Из-за огромной глубины и влажности именно на дне шахты Терезия воздух самый при самой полезный. Поэтому для туристов тут были оборудованы беседки со скамейками, причем изготовили их со стильной подсветкой и в потрясающем футуристическом стиле. Здесь есть беседки в форме цветка, лодочки и даже нечто ежика. Единственное, что меня расстроило в этих всех посиделках, так это люди. Вот даже табличку повесили, не обрисовывайте. Но, судя по состоянию скамеи, это не особо помогает. Правда, долго посидеть мне не дали. Граммофон в очередной раз ругнулся, непрозрачно намекая о том, что шахта скоро закрывается и мне пора бы уже отчалить. А значит, пора заканчивать путешествие и по традиции подбиваем итоги. Думаю, я смело могу рекомендовать такое необычное путешествие, даже если вы собрались в поездку всей семьей. Невероятная атмосфера подземного парка развлечений в шахте, да еще и оформленного в таком в туристическом стиле, точно запомнится вам надолго. Салина Турда стала одним из символов Румынии. Это очень популярная туристическая достопримечательность, которую ежегодно посещает около миллиона туристов и она абсолютно заслуженно была внесена в список самых красивых мест на планете. Приезжайте, вы не пожалеете.